Музыка Здравствуйте, мои дорогие телезрители! Здравствуйте, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая! У меня в руках стиральный порошок. Я ничего стирать не собираюсь, но сейчас расскажу, зачем он у меня вот тут. Бесконечные вопросы и комментарии про лук и чеснок. Желтеет лук, желтеет чеснок. Я всегда начинаю спрашивать, а скажите, пожалуйста, как вы готовили почву? А никак мы не готовили почву, а молодцы вы большие. А вы залы положили, а не положили мы залы, у нас там перегной сплошной. А овощного комплексного удоврения пару ложечек на квадратный метр. А нет, у нас такого нету, а совершенно напрасно нету. Оно вообще-то есть, было и будет вот в таком вот виде. И вы должны понимать, что без этого ваше растение будет болеть однозначно. А как вы посадили свой лук? Поперек грядки или повдоль, всего два ряда? Нет, мы поперек грядки через 20 сантиметров. Очень плохо, потому что тень сплошная, влага сплошная, а вы еще и из шланга поливаете, а поливать только в борозду надо. И у вас там сплошная, что? Правильно, луковая муха или трипса. Вариантов нет. Так вот, для того, чтобы ну как-то спасти ваш лук или чеснок, ну пожалуйста, прислушайтесь к моим советам. Ну они, может, не самые лучшие, но они работают. Отгребите от чеснока бороздку, вот 5 сантиметров отступите и сделайте бороздку. Вот туда вы будете поливать раствор, который я вам скажу. У лука и чеснока сделайте одинаково. Значит, бороздку одинаково и обработка одинаково. И я, когда проблема приходит, я делаю так. Я беру вот такую большую горсть, вот большую прямо горсть стирального порошка, насыпаю в 10 литров воды, развожу его, не булькую, чтобы пена была, а просто развожу. И потом вот этим раствором, после поливки водой, сначала водичкой, чтобы влажно было, и она прошла сантиметров на 7-10, а потом поливаю без сито, только носиком лейки или из ковша поливаю в эту бороздку, прямо под луковицу, чтобы попадала. Через полчаса нужно налить в лейку воды с леечкой, с ситечком и обмыть его, чтобы ничего на перьях не было. То есть, если солнце вдруг появится, ожог будет 100%. Так что эта процедура тоже вечером. А есть еще один способ, это соль. Два стакана соли, полных, хороших стакана, на 10 литров воды, разводите. И сначала водичкой полили, потом солевым раствором полили, а потом через полчаса также обмыли, чтобы никакой солинки, ни капельки не осталось, ни на одном перышке или на стволе лука или чеснока на стебле. Я думаю, что червяки успокоятся. Они не любят этих растворов. Когда вызывает возмущение то, что я говорю про стиральный порошок, это же химия! Это еще не химия. Это так, половинка. Но мои пионы, вот они сзади камеры, они просто великолепны. Стиральные порошки, мыло у них вот так вот, потому что тут баня. И эту воду мыльную я никуда не деваю, я ее выливаю только под эти растения. И они просто великолепны. А мухи точно и сами погибнуты, детей не родят. Всего доброго вам и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!